Продолжение следует... Каждый день смотрю бои одного человека, который по сравнению со своими соперниками выглядит не как человек, а как человечек маленький. Это Майк Замбидис. Ну, конечно, у него обалденные природные данные, но выработана там своя техника работы, такая ломовая, да? И все удары, в основном все удары у него боковые. Вот трудно там встретить прямые удары у него, чаще всего это боковые и редко апперкопы. Значит, в чем смысл? В том, что он всегда, его вес тела направлен вперед, как бульдозера. И вот его такая защита. И в случае чего, если там его наносят, ему какой-то удар, например, ногой с этой стороны, допустим, мидл кик или хай кик или лоу кик, он защищается передней ногой вот так. Руки ставят вот так. И с этой стороны он перекрывает всю зону поражения. С этой стороны. С этой стороны перекрывается так, так. То есть у него есть определенная защита. Дальше поднимает он ногу вперед, вес тела у него впереди. И после проведения нескольких ударов, нескольких ударов тяжелых по нему, он умудряется в эти же доли секунды сразу же отвечать мощными ударами. За счет чего это он делает? За счет того, что у него основной центр тяжести направлен вперед на своего противника. То есть он может разорвать, и он все равно к нему подстраивается, идет-идет и надеется на мощный боковой правый или мощный боковой левый. Но все удары он наносит от ног. То есть со скачка, можно сказать. То есть стоит работать, работать и накладет удар. Значит, заметил я у него некоторые вещи. Для того, чтобы еще мощнее ударить, у него получается удар вот такой. Помните, я вам говорил, вот так не надо бить. Но он этим пользуется, поскольку он это делает достаточно быстро. То есть вставляет бам-бам, вставил и отсюда накатил удар. Что такое, что такое. Очень часто он бьет сдвоенные удары, особенно левой рукой. Это сдвоенный удар печень-голова. То есть он старается, настраивается, пробивает. Раз, два, три. Побыстрее сделаю подобную комбинацию, примерно такого рода он делает. И ногой заканчивает комбинацию. Если тот как-то разрывает дистанцию, то, соответственно, он к нему снова подстраивается. Ну вот такая у него комбинация. Закрылся, голова, печень-голова. И отсюда пробивает либо хай-кик, либо миддл-кик, либо лоу-кик. Чаще всего он пробивает лоу-кик или хай-кик. То есть точнее миддл-кик. Значит, сейчас вы попробуйте, стоите ли вы, левая нога у вас впереди, либо правая у вас впереди нога. И заряжаете мощный-мощный удар вот с этой ноги. Толкаете его. Вот такую работу делаете. Один, раз-два, раз-два-три. Раз, раз-два, раз-два-три. Хорошо? Если сделаете... Это будет тоже нормально. Хорошо? Поехали. Смотрите на меня. Когда я пробиваю правой рукой, у меня участвует нога. У меня участвует нога. Я пробиваю, вот видите, я ее вставляю очень мощно. Когда я пробиваю левой рукой, у меня участвует нога. Нога. Не забывайте. Хорошо? Бейте помощнее. У тебя ошибка, ты бьешь... У тебя вот эта рука опущена, и вот эта опущена. То есть ты не думаешь о защите. Дай я сейчас попробую. Можно вам посмотреть? Конечно. Посмотрите, пожалуйста, на меня. Сейчас у меня два прямых. В меня два прямых. Вот посмотрите, я иду на него. Бам-бам, видно? Вот я защиту. Пробиваю посильнее. Бам-бам. И вот отсюда я уже накатываю движение, видно? Следующее движение я раскрываю. Если есть возможность, я отсюда пробиваю. То есть, смотрите, что получается. Когда он по мне пробивает, я не отпрыгиваю от него вот так. Я остаюсь вот здесь. И когда он пробивает, видно? Я уже вкладываю движение. В данном случае мне было сейчас удобно левой рукой ударить. Но пока я вам сейчас просто дал, ну, такую комбинацию. Когда он начинает меня пробивать, я сюда защитился, и я отсюда уже, начиная уже расстреливать. Угу. Только расстреливание каким образом? Смотрите сюда. Бам-бам-бам-бам-бам. То есть, каждый удар у меня мощный. Как попал, значит, нокаут. Вперед. Не для того, что это там 100% работает в бою, а чтобы моторику вы себе наработали. Вот смотрите. Сначала пробиваете пару боковых. Бам-бам-бам. Потом идет другая частота. Та-та-тан. Бам. Раз-два. Раз-два-три. Раз. Вот такая штука. Понятно, да? Раз-два. Раз-два-три. Раз. Поехали. Ищите. Уже разные лифты подключаются. Все боковые пока. Только боковые. Раз-два-три. Очень размашисто бьешь, поэтому получается удар у тебя долгий. Постарайтесь поближе чуть-чуть к мешочке подойти. Да, да, да. Можно, например, пробить раз-два-три и езжи рукой дать. Раз-два. Раз-два-три. И езжи рукой дать боковые. Чтобы был навык. Как-то неудобно. Как-то неудобно. Как-то неудобно. Бей кружкой. Вот ты пробиваешь вот туда. А теперь вот так Давайте дальше Смотрите, теперь пробивайте вот такие удары Смотрите, два сдвоенных Два сдвоенных Зачем мы все это с вами делаем? Мы с вами учимся Координации при мощных ударах То есть координационное действие При максимальных нагрузках Четыре удара Хорошо? Поехали Увижу ошибку У тебя, кстати Смотрите, пробили два мощных удара Бам-бам Вторая рука у тебя вот здесь Это фидверсия Все время закрываем Как будто дотрагиваемся до лба Смотри сюда Ручки здесь Хорошо? Не забывайте Это неправильная штука Все на волне Посмотрите, я, например, пробил Вот он где разгон идет Видно? Он в теле идет Не в руках Это очень медленно и слабо Мы разгоняемся от волны Теперь смотрите Пробиваете пять ударов Поочередно Каждой рукой Спокойно Например Раз-два-три Раз-два Или раз-два Раз-два-три Показываю Раз-два-три Или раз-два-три Раз-два Понятно? То есть Верхний Два Нижний Вверх Все равно Пробиваете два удара Руками Один Ногой И вдогонку Рукой Вот такая штучка Давайте В чем заключается Ну, как бы Недостаток Пробили два удара Рукой Бам-бам Ударили ногой И получилось у вас Вот это Вы от мешка отлетели А здесь фишка То, что при ударе ногой У тебя прет вперед Видно? Ты готов атаковать Бить Поэтому здесь нужна Определенная координация Чтобы Вы поймите заодно Это очень трудно Скоординировать Своё тело Когда вы бьёте На пределе своих возможностей То есть Максимально сильно И это надо Чтобы вы не завалились За ударом Не упали Никуда-то Понимаете? Вот посмотрите Я вам ещё раз покажу Я пробил два удара Руками Пробил Довольно-таки Мощный удар Ногой И после него Я способен Потому что я скоординировал Своё тело Я не потерял равновесие Я способен пробить Ещё опять рукой После этого удара Ногой Это не так легко Вот наша координация Потому что Когда вы пробиваете Он отлетает От вас Отбегает Вы ещё Набудем дотянуться А потом ещё Дотянуться На подскоке И рукой Это мешочек Стоит Мне А когда он будет двигаться Человек Ещё тяжелее Давайте Ты ни в коем случае Не должен бить Вот этим местом Ты ещё бить Вот этим местом Почему Во-первых Это больно Во-вторых Маньяк Если я буду этим местом Бить Я до тебя рукой не дотянусь А если я пробиваю Вот этим местом То я до тебя достаю То есть Пори Получается Я до тебя Бить Нагами И руками Видишь Почему Почему Надо бить Это место Вот этим местом Понял А если Это место После него Рукой Сейчас я пробью три удара. Два удара рукой и один ногой. Смотрите, у меня будет левая, правая, правая. То есть у меня правая рука вытащит правую ногу. Видно? После правой руки правая нога быстрее вылетает, чем после левой руки. Теперь я пробью правая, левая, правая. Правая рука, левая рука, правая нога. Вот здесь очень важно, смотрите, плечи работы должны. Плечо работает вперед, вот сюда крутануло. Потом я пробиваю этой рукой, у меня сюда плечо крутануло. И потом у меня опять плечи, я разворачиваю, у меня опять туда крутануло. Получилось у меня три движения мощных. Показываю, смотрите. Видно? Видно? Давай. Ты ударил. Раз, два, и назад-то распланировано. А ты как будто бодаешь головой, смотри. Раз, два, смотри. Смотри, я туда иду, прямо на тебя, смотри. Видел? Видишь, я туда пробиваю? Ну, не от тебя. А почему? Потому что с этим ударом я на левыхе еще должен опять развиваться. Локтами не за тобой, а перед тобой. Не надо руками бить, как будто ты дрова рубишь. Вес тела, вернее, сюда, сюда, сюда. Вот смотрите. Мой вес тела вперед. Скажите, да, вперед. Да, да. Он мне не вот так. Правильно? Мой вес тела вперед. Смотрите, мой вес тела вперед. Смотрите, мой вес тела вперед. Мой вес тела вперед, 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 вперед. То есть, вся моя атака состоит из мощных ударов. Потому что я толкаю машину, застрявшую в снегу, на протяжении всей динамики моей атаки, на протяжении всей комбинации. То есть всей серии ударов Не нет такого, что я Раз, два, а потом назад Я вперед направлю Смотрите, вот смотрите Прыжок, прыжок, прыжок Видите? Я готов после этого удара Опять Опять мощный фельд Видно? Давайте После мощного удара Ногой способен ли ты ударить рукой? Потому что я с тела Когда мы с вами спаррингуемся Мы можем дать себе возможность Попрыгать, поуклоняться Пощупать его джебом Попробовать какие-то комбинации Но в драке такого не бывает В драке бывает, что каждый бьет мощно И каждый пытается от тебя избавиться В ближайшие секунды И поэтому он чаще всего бьет Боковой удар и вкладывает в тебя мощно И здесь уже очень важно Класс Класс в чем играет? Если ваш оппонент После своих ударов Потерял равновесие Отклонился назад А ты не потерял Значит ты его выиграешь Класс заключается в том, что У тебя есть возможность Удерживать равновесие Он бам-бам кинулся Что-то где-то вот так вот потерялся Он борется со своим равновесием А ты в этот момент уравновешен И если ты уравновешен Значит у тебя есть все шансы его перебить Понятно? Поэтому давайте сейчас следите за тем Насколько вы уравновешены При мощных ударах по мешку Поехали Продолжение следует... Продолжение следует...